На днях один мой хороший знакомый собирался в горы и подыскивал подходящую замену своему сверх навороченному смартфону и именно тогда я познакомила его с вот этим куском электроники. Всем привет, это интернет-магазин Фотос, я Юля и сегодня мы будем не просто опозревать звонилку от компании Sigma, а по максимуму ее краш-тест. Полет с высоких этажей, заморозка, испытание дрелью и, конечно же, операция утопления. Сегодня эта Sigma поплавает в водах нашего киевского Днепра. Встречайте, не переключайтесь, не перематывайте, все тесты будут поступать постепенно. Есть два поколения этих телефонов и отличаются они между собой в цене очень сильно, потому что разница у них реально существенная. Разная емкость батареев, разное количество сим-карт и разный уровень защиты. При этом по цветам их только три, черная, рыжая и вот такая вот военная-военная, как для пейнтболистов, но это, наверное, не до конца правильно, потому что они защищены, вооружены и опасны, прямо как американская армия. Кроме того, на этот телефон можно установить microSD-карточку, куда вы будете заливать любимую фотографию, аудио, видео и прочий контент. Но, повторюсь, глядя на показатели камеры и экрана, я вообще сомневаюсь, что вы этим когда-либо будете пользоваться. И с плюс-минус развлечений, здесь есть только радио, но и то работает только с наушниками, а без наушников никак. Все потому, что эту конструкцию не для того собирали, чтобы вы отвлекались на всякие мультимедиа, вы уже в поход вроде как пошли в горы, так вот в горы пошли, едите в горы, приехали на море, едите на море и... Не забывайте про роуджампинг. В таких аппаратах про внешний вид рассказывать просто необходимо. В защищенных телефонах кнопки первой необходимости должны быть сразу под рукой. Тут дизайн прямо-таки кричит, что телефон защищенный, как танк. Он очень толстый, рифленый весь такой со всяких сторон. На боку защищенные входы под microUSB и наушнички. Вот они здесь скрываются. Сверху слабоватый фонарик, регулировка громкости. Вот такие удобные впадинки под пальцы, чтобы держать было удобно. Защищенный микрофон. И вот здесь сзади находится интересная деталь. Это для крепления карабина, чтобы телефон можно было носить на поясе или на шнурке, чтобы в походе были освобождены руки. Вот эти штучки заслуживают особого внимания, потому что это шурупы для крышки, то есть которые защищают вашу батарею и все внутренности телефона. Для них специально идет ключ в комплекте, чтобы их открывать. Но вы можете справиться монеткой, пилочкой или ключами. Но я вам этого не советовала, собственно говоря. Заявляю ответственно. Этот телефон только для звонков и смс. Поэтому маломальскую игрушку я нашла только на вторую неделю издания и то аж в органайзере. Но понимаете, в этом телефоне есть калькулятор, будильник, даже электронные книжки сюда можно закидывать. Но, глядя на этот маленький экранчик, хочу сказать, друзья, читать книжки на таком экранчике – это скоростная посадка зрения. Вот и все. Больше никаких вариантов. В аппаратах есть книжка контактов на 300 и 500 имен и возможность отправить экстренное сообщение в случае неприятностей любому из них. Да, и писать месседжи тут сложно только поначалу, а потом возвращается опыт юности по набору сообщений на механической клавиатуре. Зато меньше вероятности, что промахнетесь и допустите ошибку. Если бы я была Робинзоном Крузо и мне надо было отправить записочку, то я бы очень обрадовалась такому телефону, потому что его можно выбросить с текстовым сообщением. И кто-то его обязательно найдет. Во-первых, с ним ничего не случится, во-вторых, он даже разрядиться не успеет. Его можно отопить в морях, швырять с вершин, морозить на Северном полюсе и нисколько не беспокоиться о его сохранности или трудоспособности. В общем, вы платите за бессмертность, неубиваемость, долговечность и хорошую связь. Так что, если вам нужна защищенная звонилка и вы любите экстрим, то это сигма, это именно то, что вам нужно. Но помните, что ваш выбор всегда следует за вами. Спасибо. 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 Спасибо.